Знаете ли вы, что выборы? Все знают. Даже самые тупые и то знают. Пойдёте на выборы? Обязательно. Государственную слышала в городскую, как-то мало интересует жизнь города. Почему, скажите, вы здесь живёте? Да, здесь живу. Возможно, связано с переездом и многими другими делами, которые... А, вы переезжаете, да? Да. Нет. Нет? Ничего. И пойдёте голосовать? Нет, я уезжаю. Почему? Потому что уезжаю. Скоро выборы. Знаете ли вы, что будет у вас? Когда? 19 сентября. Пойдёте голосовать? Я, наверное, на работе в это время буду, на контракте. На билбордах только видела, а так вообще не особо что-то слышала. Вы пойдёте голосовать, да? Ну, я ещё пока не разбиралась в этом вопросе, но гражданский долг выполнить нужно. Сходите. Я за местных не голосую. Я только за президента иногда голосую и всё. 19 сентября. Ага. Пойдёте голосовать? Да, пойду. Вы слышали о выборах, где-то я ещё помню. Да нет, если честно, я этим как-то не интересуюсь. А что-то почему? Интересно. Времени на это больше нету. Работа, дом, дом, работа. Даже телевизор как бы не смотрю. В областную думу, в Госдуму. Только в городскую дай. А в городскую, да? Ну, значит, в городскую. Что-то сказать. Про выборы предстоящие. Ой, нет, нет, нет. Что бы вы сказали? Из комментариев. Я не могу, я не голосую. Слышу, ну, не пойду. Вот так вот. Я думаю, от моего вот ничего не изменится. От голоса вашего, да? Да. Ну, я как муравей в этом городе. Там я не думаю, что там мой единственный голос там, опа, и тут вот кого я именно хочу. Нет, я аполитично. Скажите, почему вы делаете это тогда? Ну, я потому что не верю, что в нашей стране что-то можно изменить путем выборов. Как-то обычно избегают темы. Считаю, что, ну, не особо что-то там влияет. То есть ваш город, думаете, не изменит, да? Ну, да. Надо, пойду-то выберу. Зачем уж больно много знать. Меньше знаешь, крепче спишь. А какой бы тогда наказ дали депутату? Меньше врать. Любая власть неизбежно врет. Так говорили все, да. Врите меньше, больше делайте. Нет, не слышно. Вы не пойдете голосовать? Нет, не за кого. Не за кого? Не за кого голосовать. Не том, что нас все воруют. Смысла голосовать за них нет. Пойдете голосовать? Да, как все. Как стадо, так и я. Скажите, какой бы вы дали наказ депутату? Повально делают тротуары, а вода течет по улицам. Надо, наверное, водоводы делать, которым уже 400 лет, а потом уже асфальт. Как-то так. Пойдете голосовать? Обязательно. Всегда голосуют, да? Конечно. Хорошо. Скажите, какой наказ бы дали депутату, за которого будете голосовать? Больше рабочих мест, о пенсионерах, чтобы думали, о детях, о нашем будущем. Тут больше спортивных площадок, наверное, каких-то, школ. Наказы депутатам? Да. Да не знаю. Сейчас, в принципе, нравится, как все начало улучшаться, но делается иногда для вида. На примере того же пляжа. Вроде бы пляж делали, а в то же время там нашли то ли заразу, то ли еще что-то. В Государственную думу? Да, это слышали. И в Городскую думу будет? Да. А вообще пойдете голосовать? Ну, мы в другом районе живем, ну, наверное, да. Просто, да, обычно, да. А какой наказ дали бы депутату, за которого будете голосовать? Вот как бы, что бы вы ему наказали? Думать о том, что важно для жителей, прежде всего. А что важно для жителей? Удобство окружающей среды, комфорт, чтобы рядом были все необходимые инфраструктуры. Каждый район, чтобы был обеспечен обязательно, чтобы не было забытых каких-то участков. Какой бы вы наказ дали депутату? Хочется, чтобы человек действительно любил свой город и видел все эти проблемы. Наверное, здесь больше такое что-то очень философское, что действительно нужно относиться с любовью к городу. И все сразу проблемы станут понятными. Да, пойду. Пойдете? Да. Почему? Ну, потому что нужно что-то менять в этом городе. Я тут живу. Возможно, это что-то изменит, если много человек пойдет. Хорошо. Какой наказ подальгами? Наказ. Пора вводить платные парковки. Надоели пробки. Знаете ли вы, что у вас в сентябре выборы? Знаю. Есть ли какой-то у вас наказ для вашего депутата? Я не хочу, чтобы никакие проблемы для выборов решали. Я хочу, чтобы люди перестали давать беспонтовые обещания, в смысле, а просто работу вы свою делали и все. А какую работу? Ну, например, занимались развитием среды города. Они только строили беспонтовые вот эти вот ужасные детские площадки перед выборами. Бродячие собаки. Да, их нужно обязательно чипировать. Этим заниматься надо, занимаются мало сейчас этим вопросом. Их очень много во всех дворах. Мы просто не в Саратове живем, поэтому не знаем. Откуда вы, скажите, приехали? В Швейцарии. В Швейцарии? Отлично. А вообще здесь кто-то живет? Ну, родители живут. Хорошо. Вот как вам кажется, на что нужно обратить внимание депутатам? Депутатам на отношение к коронавирусу. Во всем городском транспорте написано «обязательное вхождение в масках». Никто этим не пользуется. Люди относятся очень легкомысленно. Да, да. И плюс, конечно, грязь на дорогах. Просто я уже давно не живу, и приезжая каждый год сюда, я вижу, что особо очень меняется. А сколько вы уже не живете? 16 лет. Ну, что-то улучшилось. Например, центр города. Потом нам понравилась аллея Брахова, Ангурпарк. Это улучшилось, конечно. А вот эта часть города я не вижу изменений особо. Все то же самое. Какой бы наказ дали депутатам? Деточка моя, у меня правило такое – воду в ступе не толки. Понятно? Надо заниматься конкретными делами. Любое дело, какое бы оно ни было, вяжешь ты носочки правнуку, или ты где-то там заседаешь. Всем надо работать на положительный результат. А у нас только воруют, воруют и воруют. Все.